Сегодня читаем три главы 9-й, 10-й, 11-й, 3-я книга царств. Мы делали перерыв в прошлое воскресенье, говорили о вознесении церкви, я его еще не выложил в изучении в интернет, просто потому что интернета не был у меня в течение недели. И в прошлый раз, вернее в прошлой главе, Соломон молится, помнится, на коленях стоит, молится, воздев руки о благословении на это место, Бог показывает свое присутствие через явление облака славы Божьей, что священники не могли войти по причине Божьей славы. И действительно, вот Бог обещает, отвечает, говорит Соломону, что я услышал твою молитву, в 9-й главе как раз ответ приходит. Помните, что очень важный был разговор у Соломона с Богом, и это впервые, когда мы вообще слышим, что он говорит, Соломон. Мы о нем вообще мало знаем, помимо того, что он был сыном Версавии, сыном Соломона, и о его жизни мы вообще практически ничего не знаем. Вплоть до начала вот этого общения Соломона с Богом, когда ему во сне, Бог является в Гаваоне и говорит с ним. И потом, после того, как он услышал, что Бог ему говорит, попросив о мудрости, он, помните, перемещается в правильное место поклонения и переходит в Иерусалим, и еще раз там приносит тысячное сожжение Богу, потому что Бог ему дает мудрости и показывает, что только одно место, только один будет, только одна истина, других не может быть. И вот Соломон с этого момента, он понимает, что до этого эти все высоты, святилища, жертвенники, которые люди ставили по своему хотению, собственно, его жертвенник, самый большой, который как раз вот для того жертвенка ношения был использован, это все неправильно. Но Бог встретил его на этом месте, явился ему и показал, где правильно. И Соломон предпринимает потом огромные, неимоверные усилия по строительству храма. Мы об этом тоже читали, о его размерах, украшениях, о просто потрясающей красоте этого сооружения. И в 9 главе, наше сегодняшнее начало этого отрывка, мы читаем с первого стиха. Готовы? Читаем. После того, как Соломон кончил строение храма Господнего и дома царства, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломон Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня, сделал все по молитве Твоей. Я осветил этот храм. Ни церковь осветил, ни патриарх осветил, ни Соломон осветил, ни священники осветили. Я, говорит Господь, осветил. А что значит слово осветить? Кто помнит, скажите, коротко и быстро. Отделил для определенных исключительных целей, больше ни для чего. И в этом храме все предметы, которые были назначены для служения, также назывались великой святыней. То есть для других вещей эти вещи нельзя было, для других целей нельзя было использовать. Это в этом и есть суть святости. И Бог говорит через апостола Павла, что и вы святы так же. Понимаете, о чем я решила? Что мы созданы и отделены от этого мира для исключительных целей, только для Бога. Мы его собственность и ничья другая. Это и есть смысл святости. И потом уже за этой святостью идет освобождение от грехов, от каких-то там зависимости, несовершенства нашего собственного характера, это преображение происходит, это освящение, то есть дальнейшее отделение. Поняли, да? То есть Бог сам изначально освящает от этого мира. Он говорит, выйдите и будьте моими, я буду посреди вас, и вы будете со мной. И будет где-то одно стадо, один пасты. Это смещая несколько пророчицев сразу, где Бог говорит о том, что его стадо будет особенным, его люди будут особенные, святой народ, взятые в удел. Раньше были ничьи, а теперь мои, Господь говорит. Мои, купли дорогой ценой, отделенные только для Бога, только Богу принадлежащей. И в этом суть смысла слова святость. Да? Он говорит, я осветил этот храм, который ты построил, чтобы пребывать именемо ему там вовек. Храма сегодня нет. Разрушен он был тетим госпиттианом, в тот момент полководцем, а потом впоследствии императором римским, в 70-м году первого века, согласно пророчеству Христа, который сказал, здесь не останется камня на камне, все будет разрушено, да? И вот до сих пор храма и нет. Но Божье имя, сказал Бог, будет пребывать там сколько времени? Вовек. Оно продолжает там пребывать. Независимо от того, что там храма нет, что там стоит мечеть. И не одна она там стоит. И там, когда ходишь и думаешь, когда же, когда же, когда же, хасиды, хаббатники, все остальные евреи со всего мира съезжаются, даже не религиозные евреи съезжаются, на молитву провожая, шаббат, там, да, или на праздники съезжаясь в этих кипах, мужчины, женщины стоят у стены и молятся, и молятся. Каждый, может быть, о своем молится, но есть люди, которые целенаправленно молятся о том, чтобы там снова был храм. Они ждут этого, как некого и знамения, очень важного знамения. Мы об этом говорили в прошлое воскресенье, когда говорили о Вознесении Церкви, чуть касались этого вопроса. Теперь смотрите. Господь говорит, это имя Мое будет пребывать на этом месте во век, и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни. Вы хотите спросить, где Божье сердце? Где его глаза и где его уши? Они по-прежнему там же. И даже тогда, когда евреев там не было, как государство, и когда римляне во II веке решили переименовать Израиль в Палестину в память об исчернувших и рестемленных, с тем, чтобы истереть вообще из памяти даже название Израиля. Тем не менее, Божье имя, Божьи уши, глаза и сердце его продолжали оставаться в этой земле. Я вам рекомендую, найдите, пожалуйста, книгу, я не знаю, она есть в интернете или нет, но я заказал себе через Букинистов, она не пришла по интернету. Называется «История государства Израиля». Там история покрывается с 1896 года, конец 19 века, до 2006. Там рассказала величайшая, интереснейшая подробность о том, как побуждал Бог людей, известнейших людей, таких как Рокфеллер, известных раввинов Франции, Европы, Израиля, к тому, чтобы собрать средства, чтобы собрать людей, спонсировать, финансировать и собрать народ обратно в Израиль. Эти поселения кибуца были организованы, потом там были организованы умы, подключились к тому, как эту землю сделать снова плодородной, как ее благородить, как организовать труд людей, как зарплату платить, на что им жить, и так далее и тому подобное. Как Бог задействовал силой это не в район. Также рекомендую книгу Леона Юрисов названием «Исход». Это время после Второй мировой войны, как после того, как в 47 году было принято решение, в 48 году оно вступило в силу, и Израиль, как государство, получило снова новое начало. И вот это вот время, конца Второй мировой, и решение судьбы Израиля, евреев вообще, как-то как бы рассеянных во всей Европе, куда их теперь девать, огромная проблема была. И вот я вам очень рекомендую, очень книга динамичная, снят фильм, по этой книге называется «Также «Исход», это не библейский, но и «Иссеев исход», а уже после Второй мировой. Вы можете посмотреть и найти, и прочтите, пожалуйста. Потому что то, что Бог говорит Соломону в 10 веке до Рождества Христова, он бы царился в 971 году и царствовал до 931 года до Рождества Христова, эти обещания, данные почти 3000 лет назад, они по-прежнему все в силе до единого. Понимаете, да? Поэтому Бог по своей ревности побуждает людей, даже не верующих, не религиозных, таким образом не гранит не думавших помогать Израилю. Бог соединяет воедино это усилие и делает невозможное возможным. Выставят пророки, Господь говорит, где это слышно, чтобы в один день собирался снова народ? Где это? Когда это вообще происходило? Этого никогда не было в истории ни одного народа. Это произошло дважды в истории израильского народа, как минимум дважды. Смотрите дальше, что Господь говорит. Если ты, Соломон, будешь ходить перед лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заболел тебе, если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Как я сказал, отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилево. У нас есть родственники в Израиле, и так же получилось, что в прошлом году только я с ним познакомился лично, и мы переписываемся с Юлиной двоюродной сестрой. И сегодня она мне присылает видео, где говорится о конфуцианской мудрости, о мудрости всякой разной. И меня прям вот это, честно, разобрало. Я говорю, я этим делом занимался 8 лет своей жизни потратил. И потом я встретил воскресшего Иисуса Христа. И вот он на самом деле стоит того, чтобы его слушаться, его почитать, ему угождать, и он Господь, и он царь Израиля. Он говорит, а что вы что угождаете? Я говорю, значит, исполнять то, что он бы велел. Надо любить его и угождать. А вот эта концепция угождения Богу, она для многих нынешних евреев вообще чуждая. Многие живут, как им хочется, да и как и все остальные люди современные. И здесь Соломону, да, Бог говорит, если будешь ходить, если будешь исполнять то, что говорил тебе, как ходил твой отец давил, чистоте, сердце и кровоте его, тогда я утвержу твой престол вовек. Так уж получилось, что сегодняшняя 11 глава покажет нам другое совершенное поведение Соломона и исход, о котором Бог предупреждает, что это закончится разделенным царством. И с 12 главы начинается история уже разделенного царства, юга и севера. И по сей день это заметно. По сей день это заметно, хотя 12 главы из Израиля сейчас непонятно, кто кому принадлежит. Есть иудея, более религиозная, есть север Израиля, очень либеральный, да просто не знаю, куда уж либеральный, современный, пульсирующий современный Израиль. И древний Израиль. Это вот противоречие, оно заложено будет как раз в этих главах, которые мы сегодня с вами читаем. «Если же вы и сыновья ваши отступят от меня и не будете соблюдать заповеди моих уставов, моих, которые я дал вам, и пойдете станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему». Слышите внимательно. Не вообще Израиля уничтожили, да, Бог говорит. А откуда его изгоняют уничтожили? С той земли, которую я дал. Они переживут изгнание своей земли при Вавилонском пленении. Север Израиля на сто с лишним лет будет идёт раньше, в ассирийские пленники, два там живыми обратно вернутся, многие останутся там. И потом Вавилон 70 лет, а потом римляне, греки, сколько там было войн. Эта земля как перекрёсток, кто там не только не топтал, чьей-то на крови там не пролилось. Ты удивляешься, смотря даже историю нашего, ближайшего, черномосток, убережи Крыма. Это заключается историческое кровь пролилось. В Израиле в десятки раз больше крови пролилось. В Крыму там копай-копай, археологи там находят такие чудеса. В Израиле копать нужно в 10 раз больше находить. Как говорит, Израиля истреблю со земли, который я дал ему и храм, который я осветил именем ему отвергнули от лица моего. И будет Израиль притчу и посмешившему всех народов. Анекдот такой, евреи сочинили про себя и говорят, один другому говорит, Зяма, а почему нас называют избранным народом? Он говорит, да, все просто, Исаак, когда ищут виноватого, выбирают нас. Поэтому мы считаемся избранным народом. То есть, они оказывались крайними во многих ситуациях. Часто говорили, виноваты в этих ситуациях, которые сами создавали, но всегда первыми таких-то этнических конфликтов страдали евреи, чаще всего. Да, и Господь здесь говорит, да, будет с Израилем притчей, то есть, анекдотом он будет в среде, не евреев. И посмешившим у всех народов. Все будут смеяться, указывать пальцем и слово еврей превратиться в ругательство жид, да, вечный жид. Это человек без рода и племени, без своей земли, вечно скитающийся. Это вот, да, образ, который создастся в классической литературе и немецкой литературе. Это будет во французской литературе, когда антисемитизм будет разведен на культурный уровень. И это все остается классикой литературы по сей день. Понимаете, до сих пор эти вещи изучаются. Я эти вещи изучал участвую в университете. И слово еврей было как клеймо, если ты указывал свою национальность в документах при советской власти. Вы понимаете, нельзя было заявлять открытое. Поэтому мой тесть, выключившись сокровым евреем, он никогда это не указывал. И евреи меняли свои фамилии, чтобы у них не заподозрили. Появились Коплуновы, понимаете, появились Гербутовы, моя мама с девочей фамилией Гербут была изначально, а Гербутова стала. На русский манер во Франции максимально хотели люди сделаться, смешаться и не выделяться, чтобы их не гнобили больше, не били больше, не разрушали их дома, не убивали, не перерезали горло, не разграбляли их имущество. Понимаете, вот этот стих говорит, что если вы оставите меня и начнете служить с другим богам, во что вы превратитесь? В анекдот и в посмешище. То есть, сейчас, сегодня, если вы в Иерусалиме поедете на мемориал Яд Вашем и намерял Холокоста, я там был один день, всего, может быть, полтора-два часа, мне этого хватило, чтобы просто ждать. И в этом Холокосте, который в 20 веке приобрел просто невероятные масштабы, как национальная идея, геннадциза, нацистских Германии, ты думаешь, сейчас евреи говорят, что они это олицетворение, Холокост олицетворение, 53 глава Исаии, правильно так это толкует сегодня, что там, где написано, что стал как раз только сухой земли, не в тебе ни вина, ни величия, и ты был унижаем, презираем, все виза, и говорит, ты считаешь, ты видишь там у Христа, а евреи ведут там в себя. Понимаете? только в этой главе, конкретном, в седьмом стихе, Бог говорит, если, да, вы наступите от меня, то я истреблю вас с той земли, и сделайте вас причину поспешищу. Потому что у евреев благоденствие напрямую связано с послушанием, а их всякие страдания напрямую связаны с непослушанием. Понимаете, да? Вот это четкая связь. Второзаконие 28 глава, я ее повторяю, цитирую, читайте ее, посмотрите, что там написано, Бог обещает, что будет наказание за непослушание, и список наказания проклятием в два раза длиннее, чем список благословений. Почему? Проклят народ, не знающий своей истории. Потому что, если он не знает и забывает свою историю, что произойдет? он будет обречен ее повторять. Правда, это классика? Даже не христианин сказал. Тот, кто не помнит, и народ, который не помнит свою историю, будет обречен ее повторять. Что мы видим в книге судей, что мы видим в книге царств дальше, в книге пророков, пророки, зачем были? Это хождение по кругу неусваивания уроков истории. Все поняли? И даже в тюне своей собственной жизни вы можете увидеть, где вы усвоили уроки, где вы поняли, что было не так. Потому что одни и те же события в той или иной, в тех или иных декорациях происходили у многих. Одни и те же по своей сути события происходили. Неудачные отношения, правда? Ошибки в работе какие-то, ошибки с выбором, который ты совершаешь. Потому что ты каждый раз упираешься в свой собственный характер, и это и есть твоя история. Помни ее, учись, и не повторяй ошибок. Иначе ты будешь обречен повторять ошибки, если ты будешь забывать те уроки, которые тебе был пытался преподать. Все меня слышат здесь? Не надо быть глухими. Бог говорит, если ты будешь послушать слова, я утвержу твой престол. Если оставишь меня и твои дети сына не оставят, то я сделаю тебя притчей посмешищем. И я вышвырну вас из вашей собственной земли. И будете вот этим самым посмешищем. И охране этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет и скажет, за что Господь поступил так с этой землей и с этим храмом, и скажет, за то, что они оставили Господа Бога своего, который выбил отцов из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все это бедствие. Это кто будет говорить? Не евреи будут говорить. Об этом будут свидетельства с окружающей народом. Поняли? Окружающие народы будут знать четко, за что это все произошло. А евреин будет невдомек. По окончании двадцати лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом царский, то есть полусрока его царствия не ушло на что? Строительство храма и средство на его дворца. На что хирам, цартирский, друг еще его отца до веда, доставлял Соломону деревики до кедровой, деревики парисовые, из золота по его желанию. Царь Соломон дал хираму двадцать городов в земле Галилейской на севере Израиля. За то, что хирам очень сильно помогал. Соломон решает подарить ему двадцать населенных пунктов. И вышел хирам из Сира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились. И сказал он, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называется она до сего дня. и если буквально крестье, это ничего не стоящее что-то. Что-то как мусор. То есть он их подарок и принял, я считаю, и правильно. Нечего израильскую землю Богом данной отдавать всяким там седанямам и терянам, какими бы они хорошими друзьями Давида и Соломона ни были. Правда? Чья земля-то? Израиль? Нет, не Израиль. Божья? Конечно. К Соломон не владелец земли, он где не купил. Да Бог дал. Не давай то, что Богу ему дано, это не твое. Какое ты имеешь право? Был очень интересный случай. У меня есть знакомый астор американец Фрей Бентли, он еврей, и он вечно знаком с премьер-министром Израиля Бениамином Нитаниху. Давно он его знает. И как-то приезжая в Израиль, он встретился с Венениным Нитаниху в очередной раз, и они вместе пошли в церковь в Тель-Авиве. Церковь там собирается по субботам. Воскресенье воскресный день по-нашему. У них уже рабочий первый день. И в Тель-Авивской церкви куда они пошли есть один пророк. Может был в давненьках было уже. И когда Вененин Нитаниху был первый раз премьер-министром Израиля, там были очень жесткие разговоры о земле. Потому что Палестина, организация «Палестина», туда еще есть Рарафат был жив, они наседали на том, чтобы землю откусывать, потому что в свое время была так называемая дорожная карта разработана при участии ООНа и Запада и так далее, чтобы откусывать части земли от Израиля. Сделать всего буквально узкой полоски земли вдоль моря и то не везде. Это ужасный план. И Беднянин Таняху, будучи в первый раз премьер-министром, он был наследником Арили Шароны, после него был их отборак, для него был их отборак, не помню, и он начал отдавать эти куски, сделают уступки по земле. И этот пророк в Тиллявийской церкви подошел к нему и сказал, так говорит Господь, земля моя, ты не имеешь права отдавать. Если ты продолжишь это делать, я отниму тебя твою власть. И устроили ему там обичмент в итоге, и он ушел, не дослужив своего первого срока, вне имени Таняху. То есть вспомнил Божье Слово, потому что он не смог не пойти на уступки, и в итоге он лишился своего поста. Проходит время, его снова выбирают пример министром Израиля, и он до сих пор этим примером является. И он снова, этот Рэй Бентли пастор приехал и снова встретился с ним, и опять этот пророк ему приходит и то же самое повторяет, потому что Божья мысль не меняется со временем. Понимаете? Бог говорит, моя земля. Дальше 18 стих. Десятый. По окончании 20 лет, а мы прочитали уже 14, да. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Помножьте на 30 с лишним килограмм и вычислить примерно сколько это будет в наших килограммах. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милло, и Стенную Иерусалимскую, Гатфор, и Мегидо, и Газир. Тут перечисляются города, укрепленные города, которые использовались в качестве крепостей у границ Израиля. И там и север Израиля, и восточная граница, и будет юго-запад, и юго-восток, и север, и запад, здесь перечисляются эти города. И причем благодаря очень большим вложениям денежных, благодаря рабской силе, торговой, не даже рабочей, Соломон смог засыпать некоторые долины для того, чтобы расширить площадь Иерусалима. Практически при его царствовании Иерусалим увеличился по площади в два раза. Почти в два раза. Стену, стеной большой, которая сейчас считается стеной старого Иерусалима, он ее в этих границах и построился стеной, чтобы оградить город от нападок будущих. Смотрите, фараон царь египетский пришел и взял козер, это раньше было, раньше, 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 жег его огнем, их на ней вживши в городе побил, и отдал его в преданной дочери своей жене Соломону. Что сделал самый Соломон, получив подарок, помните, что жена его первая была, кто? Дочь фараона. И помните, что они говорили, что Соломон своей жене дочери фараона построил дворец после того, как построил храм, после того, как он построил свой собственный дворец, только потом он построил ей хоромы. И теперь, выдавая свою дочь замуж, фараон, сначала выбив Хананеев из города Газир на юге Израиля, он его, значит, дарит в качестве приданного Соломону, и Соломон построил Газир, отстроил его заново, и Нижний и Фарон, и Валаф, и Фадморф пустыня, Фадморф пустыня, это сегодняшняя Пальмира сирийская, это северо-восток Израиля. Пальмира, слышите, это тот город, который был разрушен государством Игил, причем в России, да? Они там рушили памятники древние, город вообще практически стерли в порошок. Это вот старое название города Пальмир, Фадморф пустыни. И все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, то есть запасы какие? Как вам кажется? Что за запасы? Где? Стратегические продукты запасов на случай нападения осадок. И города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле своего владения. Весь народ оставшийся от амареев, петхетов, фаризеев, и веев, и узеев, которые были не сынов израилев, детей, оставшихся после них на земле, которые сыны израилевы, не могли истребить, Соломон сделал оброченными работниками до времени пророка Иеремии, который к ним писал. Сынов же Израилев Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его бельможами, его начальниками, и вождями его колесниц, его всадниками. У него штат был довольно большой, для небольшой территории, 550 у него всякого рода бюджетников. Вот главные приставники над работниками Соломона, управлявших народом, которых производил работа, было 550. Дочь Фараона перешла из города Давидова в свой дом, которая построила для нее Соломон, как он построил Милло, и приносил Соломон три раза в год сожжение мирной жертвы на жертвенники, которым построил Господу, и курение на нем совершал перед Господом, и окончил он строение что за три раза в год, кто знает? Праздник первый, какой был главный религиозный песок, то есть Пасхай по-нашему? Швод, это праздник седмицы, недель, это праздник первых плодов, пятидесятница, ну, в русском языке она, да? Дальше Суккот, это осенний праздник, праздник шатров, когда, в памяти о сорока годах в пустыне евреи строят себе временные постройки, в виде таких хрупких-хрупких палаток шатров, где они живут целую неделю. Теперь смотрите дальше. Три праздника, да? Царь Соломон, 26 стих, так же сделал корабль Гецион Газерия, Габерия, что при Илафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской. А что такое Илаф, сейчас, кто знает? Какое название сейчас имеет? Илад, правильно. А вы знаете, совсем недавно этот самый Ицион Гавер был обнаружен. Там были обнаружены остатки верфей, где Соломон строил корабли. Вот в этом проливе Акаба, да, и рукав, один, правый рукав, восточный рукав Красного моря, его северная конечность, которая как раз есть южная конечность Израиля на сегодняшний день. И там были обнаружены верфи, где Соломон содержал свой торговый и военный флот, таким образом давая себе доступ в южные моря и дальше. Кто был сотрудником Соломона, кто знает? Читаем дальше, сейчас узнаем. И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломона. Хирам продолжил помогать Соломону и построил ему флот, потому что Тир и Сидон были какими городами? Напоминаю, торговые города, еще морские, портовые, и эти города были финикийскими. Финикеяне были всегда хорошими и славились в истории как хорошие мореходы. И отправились они в Афир. Афир – это Аравия, юго-восточная часть, откуда Афирское золото. Привезли и взяли от этого золота 420 талантов и привезли царю Соломону, посчитайте, умножьте на 30, допустим, около 34 и узнаете, сколько они привезли этого золота. Десятая глава. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. Скорее всего, местница, в которой она была царицей, это не Эфиопия, хотя некоторые полагают, что это Эфиопия, скорее всего, это нынешний Йемен, она райиска полуострове, Йемен государство, тоже раздираемое еще с этими войнами. Вот она была очень богатая, и Йемен находится от Иерусалима на расстоянии около двух тысяч километров, чтобы добраться из Йемена, тогда самолетов не было, поездов тоже не было, добирались на этих самых тяглых животных. Сколько времени потратила царица Савская и свитой, чтобы и сове себя прокранить дорогу, еще кучу подарков привезти царю Соломона, о котором она услышала издалека-далека-далека-далека. И упоминает Иисус, вспомните, как Матфея говорят, царица Юшная приходила послушать мудрости Соломона, и вот здесь больше, чем Соломон, имею ввиду себя. Правда, помните? И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством, верблюды навьючены были благовониями, великим множеством золота, драгоценными камнями, пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. Но она фактически устроила Соломону и объяснил ей Соломон все слова ее, все загадки ее рассказал. Не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Сосовская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилища рабов его, и стройность слуг его, и одежды их, и начерпив его всесожжение, которое он принесил в храме Господнем, и не могла на воле удержаться, и сказала царю «Верно то, что я слышала о земле твоей и дела твоих, и о мудрости твоей». Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глаза мои. И вот мне и половина не сказана. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженные люди твои, блаженные эти слуги твои, которые всегда предстоят перед тобой, и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, она называет еврейским словами в оригинале Бога Соломона, который благоволил посадить тебя на престол Израиля. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. Устами не еврейской царицы произносятся чудесные слова, которые были открыты неевреям. Еще раз почитайте конец ее речи. Господь по вечной любви своей. Какое качество любви здесь у Бога к Израилю? Невременная, вечная. Будет поставил тебя царем творить суд и правду. И подарил на царю 120 золота. Ну, давайте скажу, сколько это же фото. Это четыре с половиной тонны. 20 золота это были ежегодные обязательные. Просто поступление в казну Соломона. Помимо таких щедрых подарков. Ну, четыре с половиной плюс, минус, да, где-то там, четыре с половиной там, четыре с половиной здесь. Это такое количество золота было звено в Израиле. Там его нет своего золота. Там не моется в Израиле. И все золото, которое было накоплено, было привезено извне. потом требовались завоеватели ассирийцы и воеваняне, потом греки, потом римляне, персы до них еще сметянами, которые никак не могли вывести же его. Мы его васили, его васили, никак не могли вывести до конца. Сворок лет, со словом. Минимум 20-25 тонн в год. Помножьте на 40 лет, что получится. Читаем дальше. И корабль и великое множество благовоний, драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская целью Соломону. Трудно на самом деле переживать благословение. Я могу на опыте своем сказать, что мне благословение принимать и пользоваться благословением оказалось сложнее уроком, чем жить в нужде и терпеть и молиться и ждать. Потому что богатство является часто большим искушением и опасностью для человека. Потому что человек получает все эти похвалы, тонны золота. Просто человек пришел, его впечатлило все. И он такой на тебе еще благословение, пускай твое царство благоухает, просто уже и пасть негде. Такого величия Израиля не знал больше никогда. Не было такого больше временного Зояля. Когда все народы вокруг были поражены, были просто в оцепенении, в благоговейном страхе. Так что многие народы просто добровольно подчинялись справлению Соломона и платили ему издалека свою дайну, чем мы читали раньше. Какая опасность подстерегает Соломон? Кто знает? Зависть? А жадность? Опасность есть. Самое главное сердце человека она заключается. Какая? Корень в случае Соломона я бы переделал этот стих сказал бы корень всего из златолюбия. Потому что в дни Соломона серебро вообще не считали ни за что написано. Вообще была какая-то медная монета вообще серебро уже не считал никто. Настолько золота просто отвезти уже куда уж повесить. Вместо живого на теле нет золота везде. Причем чистый золото. Не то, которое в храме Жеста Спасителя он в Москве продается. На котором даже пробы не стоят. И которые потом вернуть нельзя если вдруг обнаружат что золото нечистое. Чистейшее афирское золото тоннами привезли ему. Представить себе такое количество невозможных и не видит жизни никакого никто. И опасность такая, что человек видит все эти вещи начинает во-первых воспринимать это как задолженный раз. Во-вторых начинает верить в самого себя что это он такой молодец. Помните что случилось с царем Владоносором когда он вышел на крышу своего дворца и сказал вот он великий Вавилон не моей силой не моей мудростью создан этот город тире империя я великая золотая голова я то огромное дерево к которому приходят все народы питаться его плодами в тени которых в тени которого отдыхают все птицы звери и от меня питается вся земля не мое ли это все не я ли это все создал ну и его заранее же Бог предупредил через очень странный и страшный сон про дерево которое было срублено и опутано было цепями железными и потом сказано было что пройдет над тобой семь времен пока ты не познаешь что Бог поставляет того кого хочет на царстве на царстве земной и что произошло и отнимется у этого дерева сердце человеческое и дано будет сердце звериное потому что Бог силен смирять входящих города правда и вот эта вот вера в себя гордыня это то что стоит на пороге у каждого человека стоит у тебя появится жизнь какому-либо успеху ты это делаешь ставишь к себе в заслугу понимаете и даже говоря слава богу тебе спасибо круто при этом внутри тебя но я же и ты хочешь отщипнуть от божьей славы тебе чуть в кармашек положить а Бог говорит слава своей я не отдам никому я Бог ревнитель начнешь зазнаваться накажу потому что все все причины по которой ты до этого дня дожил и что ты однодоброе способен совершать это все я за этим стою что бы у тебя было хорошего чего бы ты не получил от меня поэтому спрашивают почему ты хвалишься как будто ты не получил даром ты получил даром а хвалишься как будто заработал ну кто заработал дарование своей своей способности заработал ты да нет конечно получил ты поэтому даром называется читаем дальше и корабль хирам который привозил золото и зафира привез и зафира великое множество красного дерева и драгоценных камней и сделал цариство красного дерева перила для храма господнего и для дома царского и гусли и псотери для певцов никогда не приходилось только красного дерева и не видно было до сего дня и царь соломон дал царице савской все чего она желала и чего просила сверх того что подарил ей царь соломон своими руками и отправилась обратно в свою землю она и все слуги ее пробыла она у соломона в гостях одарила его с ног до головы он ее одарил и пошла она рассказывает про соломону всему своему царству и всем народу по дороге да такая богатая царица из такого богатого царства она имела и вес и влияния очень интересно что вот эта весть о мудрости богатого соломона распространялась быстрее наверное чем сегодня в интернете как люди узнавали приходили аж из такого далеко-далека вес золота которое пребывало в соломон каждый год составлялось 666 таланты золота ооо какая цифра интересная вам нужна на цифры наших это 20-25 тонн в год но почему это 666 почему не 667 а почему не 700 не 600 не знаю нет ответа на это ну во второй второй проект написано на 30 талантов немножко больше да поэтому мы можем сделать некую среднюю цифру потому что золото тоже в этот момент ошиблись в расчетах что его так много было да сколько мы в эту кучу положили ой не помню уже слушаю а записку потерял ну примерно вот столько не хочется еще раз перебирать эту кучу золота тяжело сверх того что получаем было от разночек товара виде налогов и торговли купцов и секторей аравийских от областных начальников и сделать сном он 200 больших счетов и скованных золота по 600 стиклей пошло на каждый щит и золотые зачем были нужны как кажется вообще препаратов для прохода повар не для битв ну золотой щит это глупость это никак не поможет в битве это золото мягкий металл вот потом когда в лоняне унесли золотые щиты вот эти самые сломану на их место один старей израиля сделал серебряные потом их унесли то сделал бедное чтобы хотя бы чем-то заменить наполировали так что они были такие почти похожи на золото чтобы хотя бы видимость было и слава сохранить и 300 меньших счетов и скованного золота по 3 минное золото пошло на каждые щиты поставил их царь в доме из ливанского дерева сделал царь большой престол и слоновой кости о-о-о-о это же сколько слонов надо было забить и обложил его чистым золотом я не знаю зачем делать из слоновой кости престола это все равно закроющего золото со всех сторон кость не будет видно слоновую но для того чтобы все знали что под этим золотом еще и слоновая кость скрывается да к престолу шли было 6 степень вверх престола сзади был круглый и был и были с обеих сторон по уместам сидения локотники и два льва стояли у локотников и еще двенадцать львов стояли там пошли на шести ступели по в сторону подобно этому не бывало ни в одном царстве ни в одном и все сосуды для питьяло царя сломана были золотые все сосуды в доме из ливанского дерева были с чистого золота и из серебра ничего не было потому что серебро отец сломана считалось ни за что знаете когда денег полно у тебя в кошельке в кармане или на счету три сотни рублей даже не считаешь когда у тебя последние пять тысяч рублей заканчивается на этот месяц значит начинаешь считать наконец доходит чего-то до сотен рублей правда бывает а потом и уже кошелек с монетками залезаешь смотришь а вдруг что-то завалился бывало такое у вашей жизни пока много денег ты на мялость не обращаешь внимание кроме и был царя был на море фарсистский корабль с кораблем хирамовым и три раза в год приходил фарсистский корабль привозивший золото и серебро и слоновую кость и обезьян и баблина зачем они-то нужны и что то ли что то же что ли ели уже есть блоге чего конечно значение вот этот самый еще одна огромная опасность когда человеку все есть начинается изыски и извращения царь сломан превосходил всех царей земли богатство и мудростью и все цари на земле и стали видеть сломана чтобы послушать мудрость его который вложил бог сердце его они подносили ему каждый от себя до сосуды серебряные сосуды золотые и одежды и оружие и благоуния коней и мулов каждый год вот это игра где леонид якубович как он называется она вообще рядом стояла с подарками которые сломан получал от каждого из правителей вокруг и набрал сломан колесницы всадников у него было 1400 колесниц 12000 садников и разместил он их по колесничным городам для царей и русалим еще раз пожалуйста напомню вам второзаконие 17 глава бог через моисея повторяет одну важную мысль что царь когда у вас будет в израиле он не должен умножать себе коней колесниц не должен умножать себе жон чтобы не уклонилось сердце его когда у тебя армия тысячная тысячи колесниц у тебя только да тысячи садников обученных этим на этих колесниц это фараону египетскому не снилось даже сколько у сломана теперь на любого царя завитки возьмут сколько у сломана всего и зачем ему столько поверьте мне когда бог благословляет кого-то сверх меры как сломана он испытывает и его самого и народа живущего потому что каждый из этих народов ждал времени часа когда же это царство закончится знаете зачем чтобы разделить и разграбить потому что в одной месте накапливается столько лет столько богатства просто же не может безнаказанного единственной охраны этого богатства этого царства был только бог и только послушание сломана богу ограждала израиль стоило его сыну рвам после него сразу вытариться как царство тут же распалась в мгновение окна две части от благо величия осталось только пшик и и сделал царь серебро и варсалиме раноценным простым камням а кедры по их множеству сделал насильным сикамором растущим на низких местах сегодня наливание кедров нет уже тех рощ того той красоты которые были тогда как-то сломан строил свой дворец построили корабли и кедр тогда когда было очень много других деревьев ценных пород кедр считался вообще сегодня и их нет конечно царю сломана приводили из египта и искал из египта как раз был предупреждать да не возвращайтесь туда царские купцы покупали их в кубе за деньги колесницы из египта получаемо доставляем было за 600 сиквей серебра какой за 150 что такое серебро все понимают свершу грязь и поэтому пользуясь этим сломан накупил и колесницы коней в египте почти за бесценок за копейки таким образом таким же образом они руками свои доставляли все эти да все это царям херским и царям армейским то есть фараон с египтом торговали этими своими национальными товарами 11 глава и полюбил царь сломан многих чужестранных женщин задача безопасности подстерегающих человека который ни в чем не нуждается помните царь давид отец сломана когда он решил не идти на войну в то время как все пошли на войну пролежал в кровати до вечера он решил выйти на крышу дворца и оглядеться и оглядываясь вокруг он увидел о версалию прям под стенами дворца купающиеся на свежем воздухе галушком естественно вот а ее муж в это время был на войне и он гуляем загляделся полюбилась она ему какая она красивая и он призвал ее к себе и она без ропа к нему пришла и он переспал с ней и на потом забеременела и потом он целую схему повернул чтобы убить ее мужа так чтобы он даже не заметил что царь давиду в версалии умер он спрог нафан приходил обличал царя давида в этом грехе страшном который совершил а ну ладно грех понятно искушение тоже понятно но не создалось и начинается нужно смотреть на корень ну да плохо смотреть на не свою жену да когда она покупается это плохо вообще на низ не не твои глаз не нужно пасть не только нашим вообще на чужое имущество завидовать тоже кто-то говорит что кому-то есть нечего кого-то бриллиант слишком мелкий да то есть зависть это тоже природе человека и давид у него шоу уже были но он посмотрел на вирсале я себе еще одно чего я не могу себе позволить у меня родинов регалии я вот такой же заслуженный царик полководец а столько лет пробегал в пустыне я разве не заслуживаю всего же чего хочу а ну-ка подать не вирса весь сюда и вот проблема была не в том что он ее увидел проблема в том что он был на том месте не в то время он не должен был быть в дворце он должен был быть вместе со своим войскам и сражаться за города господа за израиль этот праздность пустое время что тебе не надо у тебя был их владельник темноту многие годы вперед зарплата большая тебя ничего не надо у тебя золотой парашют на всю жизнь для пенсии и ну как бы вроде все нормально все спокойно но это самое опасное место в котором может оказаться человек и опасность состоит в том что человек не думает что это опасность опасность этого зла великого стоит то что он не выглядит как зло как благословение и порой тебе кажется твои руки плавят богатство и богословения ты спроси себя сам а ты нужно вместе нужное время сейчас находишься она действительно твоего можно чужое может быть ты помолишься и спросишь богу благословение лета или это сеть для твоего сердца для твоей души может быть ты поверишь в себя потом может быть ты скажешь моя версавия потому что я так хочу ну что же заслуженный человек сколько я всего сделал в израиле многих чужестранных женщин кроме дочери фрауна мавитянок с которыми бог вообще сказал ни в коем случае не сочетаться почему не амонитяне мавитяне которые перечисляются первыми в списке шоу после дочери фрауны кто не таки были с ними вообще нельзя было смешиваться почему потому что они были потомками кровосмешения лота его двух дочерей проклятые не понимать нельзя с ними смешиваться а тут сам царь батюшка позволяет нормально смотрите дальше и думеев тоже нормально из тех самых измаильтян фактически это потомки измаила и дом и думея сезонянок хитиянок из тех народов которые господь сказался нам израилев не входите к ним и они пусть не входят вам чтобы они не склонили сердце вашего чужим богам своим богам к ним прилепился сломан любовью плотская любовь похоть плоти похоть очей и гордость житейская это обладел осадцем сломоном сломан спал на и был у него 700 и 300 наложниц и развратили жены его сердце его с наложницами там все было гораздо проще с ним не надо было свадьбу устраивать а вот шонами надо было 700 свадьбу отыграться словом 700 у меня слышите расходы выкупник я не знаю что конкретно за обряды использовать я не думаю что там чисто евреи своего мыши жены быть они еврейские 700 наложниц мусульманам такой не снилось мормоны тоже отдыхают нервном поле в староке вы понимаете здоровье только старости соломона жены его склонили сердце его к иным богам и сердце не было вполне преданным господу бога своему как сердце давида отца его забыла предупреждение забыла второе явление бога ему в голову никогда был сказал если будешь послушать как-то тесно вид если будешь исполнять то я утвержу престол твоего век если отступишь то сделаю народ твой из ему землю твою и отниму у тебя эту землю и будешь ты притчей посмешище и твоя слава превратится просто пшик и стал сломан служить а старте божеству седонскому имел хому мерзости анонитской сделал сломан не угодно и передачами господа и не вполне последовал господа как давид отец его казалось бы давай поставим на этом жирную точку сломан хватит тогда построил сломан капище хамус потратил деньги и благословения от бога на то чтобы построить языческий храм хамуса мерзости мавицкой я чуть не буду живут тут же дети вернулись я не могу про них рассказывать почему это называется мерзости мавицкой но я дам он намет это бывает в парке ревиан есть там музеи выскалых фигур старый старый музей уже рядом совсем с музеем динозавров так называемых там есть одна из одна из статей который стоит наружу при входе в музей это царица ефесская богини ефесская которую прославляли и времена апостолов вот это одна из мерзости языческих которых которые отдаленно напоминают причем они еще это будет политически корректный вариант того что делали на ведь они монетяне мерзости на горе которой перед иерусалимом и молоху между стима низко а вот тут это последний я думаю капля потому что молоху приносили в жертву детей детей и этот вот бог молох он один из богов принятых по наследству от египта еще древнего и между речи славилась этими жертвами когда богу молоху богу плодородие и благоденствие приносили жертву детей его делали вперед вытянуты руками вот так вот под его руками разжигали огонь так что руки его из металла раскалялись до красна на эти раскаленные до красна руки клали живых детей они сжигались вот такое сделался он прямо рядом со столицей города своего отца давид давай поставим . соломон давай вспомним ниже ты так сильно поверил себя что тебе все сойдет в руку и зачем ты поверил в то что это останется безнаказанным так сделал для всех своих чужих странных жён сколько их было 700 капищу минимум надо было построить каждый же чтобы она себя в израиле чувствовала как дома стать какой духовное наследие которые к деле и приносили жертву своим богам и разгнялся господь исаломон за то что он уклонил сердце свое от господа бога израилева который два раза являлся ему и заповедовал ему чтобы он не следовало им пока но он не стал на того чтобы господь бог и сказал покажет свой сломону за то что так у тебя делается и ты не сохранил заветы на его уставов уставов мои которые ставят себе я отторгну от себя царство и отдам его работаем но в дни твои я не сделаю этого ради давида отца твоего из руки сына твоего и сторону его и не все царство и сторону одно колено дам сына твоему ради давида рабом его и ради иерусалима который я избрал бог даже в этом наказание израиле он знает меру и не в огне или наказывать израиль не до конца их истребляет технически говоря сына соломона рвану достанется два колена колено иудина большое и колено вениаминова крохотный помните в одни судьи но был истреблен до 600 мужчин почему израиль из колледжом для этих оставшихся живых это много крохотной маленькая прослойка между иудеей между самарией дальнейшем северными коленами до 2 колена осталось полтора и воздвига свой противник на словом а одера и думе из царского и думейского рода мы говорим самом начале что имя сломан шлому просто это слово шалом мир покой да и бог уже еще до конца не до царства слома нужно что его смогу наказывать отнимая в него мир и взбунтовались из умея хотя у него была жена и дубьян когда взбунтовались они потому что ну то есть еще при царе давиде и думе и стоили злобу и желание отомстить и когда слова царство они решили эту месть осуществить от практический из медиама они пришли в фаран и взяли с собой людей из из фарана и пришли в египет к фараону царе египетскому а этот самый думей до нашел все союзника который был первым союзником соломона вначале и назначил ему содержание и дал ему землю адрес не скалу фараона большую милость так что на нем жены сестру своей жены сестру царицы тахпенессы и родила ему сестра тахпенессы сына генуват и тахпенесс воспитывал его в доме фараона и жил генуват в доме фараона вместе с на яме фараона очень похоже на историю но и сеть правда когда ты услышал что давид почил с отцами своими что вы начальник и от умер то сказал фараону отпусти меня я пойду в свою землю ну потому что все таки египетский фараон союзник за них породнились правда не может вам сказать о своей цели ухода и сказал ему фараон разве ты нуждаешься в чем у меня что хочешь идти в свою землю он отвечал нет ну отпусти меня и воздвиг бог против соломона еще противника разона сына или ада который убежал от государя своего адра азара царя сувского слушайте а прошло время царица савская и сувы да эти города потихоньку стали государства подниматься против соломона за что и собрав около себя людей сделать что сделать с начальником шайки после того как давид разбил адра азара и пошли они в дамаск и выдворились там и владычество были в дамаске то есть получается что эти все враги сломан нынешние они все стали врагами его еще до того как он родился когда царь давид честно сражался и был противником израиля во все дни сломана кроме зла причиненного адером он всегда вредил израиль и сделался царем сирии и рван сыновата и фримлянин из цареды имя материи его вдовы церва раб сломонов поднял руку на царя здесь что этот человек в свое время с вами сломаном был поднят до очень большого составленного положения потому что он занимался поставками царскому дворцу строительству храм и так далее самый и рван который и вас в разделе царственном две половины раньше он был предпри дворе был слугой самого сломана и вот обстоятельства которым он поднял руку на царя сломана строим мило ченю повреждения в городе давида отца своего и раван был человеком мужественным сломан заметив что это чем молодой человек умеет делать дело поставила его смотрителем надо прочными из дома иосифа и в то время то есть он был практически главой представителем у сломана двухколен и ефрема и монассей потому что это и снова иосиф помните да в то время случилось и урава мы выйти из иерусалима и встретил его по дороге пророк ахия селомлянин на нем была новая одежда на поле их было только двое и взял пророк ахия новая одежда которая была на нем разобрал ее на 12 частей и сказал ирвам возьми себе десять частей и вот так говорит господин бог израилю вот я и сторгаю царство за кислором и даю тебе десять колен и одно колено одно останется за ним ради раба моего давида ради города иерусалима который я избрал из всех калин израилев это за то что они оставили меня и стали поклоняться старте божеству ситонскому и хамосу богу маорийскому и милхому богу амманицкому и не пошли путями моими чтобы делать угодно и подачаем моими и соблюдать уставы мои и запах димы подобно давиду отцу его я не беру всего от царства из руки его но я оставлю его владыкой на все дни и жизнь его ради давида раба моего которого я избрал который соблюдал заповеди мои и уставы мои но возьму старство из руки сына его и дам тебе из него десять колен а сын ему там одно колено дабы оставался светильник давида раба моего последний лицом моим городе иерусалим который я избрал себе для требования там имени моего тебя я избираю первому говорит господь тебя я избираю ты будешь владыча над всем чего пожелает душа твоя и будешь царем израиле если будешь соблюдать все что я заповедую тебе будешь ходить путями моими делать угодных врачами моими соблюдая уставы мои и заповеди мои как делал раб мой давид то я буду с тобой и устроить тебе дом твердый как я устроил давиду и отдам тебе израиля слушайте не похоже ли на это на обещание который был салон давида почти слово слово бог дает шанс саулу давиду саламону и рвану сыну саламона он дает шанс каждому из нас гордис ты будешь верить благослови у тебя удержу твой дом ты будешь получать мне все что пожелает шапка если будешь поминоваться мне те меня слышат и смирю я рода вида за это но не на все дни сломаши хотела мертвец и рван заходит проступок ну и рван стал убежал в египет с усачьему царю египетском и жил в египте до смерти сломана прочие дела сломановые все что он делал и мудрость его описаны в книге дел сломанных времени царствования сломана вирусалиме на всем израилем было 40 лет и почувствовал он с отцами своими и погребен был в городе давида отца своего и воцарился вместо него сын его на этом заканчивается жизнь сломана повествование о нем довольно плачевно все заканчивается так хорошо с начнут правда проблема в том что заслуженные люди они почувствуют на своих лаврах и успокаивается на том что они уже сделали пожалуйста откройте напоследок послание филиппийцам 3 главу послание филиппийца написано из тюрьмы апостолом павлом и его называют посланием радости письмо радости павел пишут и стесненных условиях заточения и пишет на радости очень много раз послание и один из отрывков который хотел прочитать 1 3 3 главе 12 стиха посвящен там он каково было отношение павла к его достижениям предыдущих говорю так не потому чтобы я уже достиг или стал совершенным но стремлюсь не достигнули я достиг меня братья не почитаю себя достигшим а только забываю задние и простираясь вперед стремлюсь к цели к почести высшего звонили и при призвании божьего во христе иисусе и так кто из нас совершен скобочек напишет себе взрослый человек и понимает а взрослые вещи так должен мыслить если же вы о чем иначе мыслите то и это вам бог откроет впрочем чего мы достигли так и должны мыслить и так поступать подражайте братья мне и смотрите на те которые поступают по примеру который имеете в нас ибо многие о которых я часто говорил вам и теперь наши слезами говорю поступают как враги креста крестово как стал поступать слава по отношению бога как враги он уже сознательно эти вещи делал почему он забыл что случилось его сердце где это неразделенное любящее сердце где божий страх куда все девалось почему у нас такого славного мудрого царя на которого равнялись все проще становится божьим врагом и только ради давида его отца бог сохраняет иерусалим сохраняет илудею их конец погибель их бог чрево сломал бог до меня бог израиля и перестал в этом суть их бог чрево и слава их срами они мыслят о земном наше жизнь на небесах откуда мы ожидали спасителя господа нашего иисуса христа который уничиженное тело наше преобразить так что он будет сообразно слава на тело его силой которую действует и покоряет себе все никто из нас не выбирает когда родиться правда у кого какой семьи родиться но каждый кто здесь знает иисуса может выбрать как прошить как умереть можно умереть клуба можно умереть осмысленно и и можно умирать каждый день для христа ради него можно жить для него каждый день а можно достигнуть каких-то высот успокоиться руки опустить и произойдет страшно понимаете до каких пор павел трудился и было просто всю жизнь до смерти он не изменил своему занятию на западе пасторы поступает на работу в церковь у них есть трудовая запись вы там в реестрах это профессия которая не обучаются в академиях духовных семинариях английских школах и продали университет они работают отчисляют налоги если там есть какая система налоговой на их зарплату и потом достигнут определенного возраста они уходят на пенсию и гигалай меня когда я стопнулся такой реальность на западе для меня это было вообще странно я думал почему то что наступит момент это умрешь за кафедры или умрешь занимаясь служением делал служение людям то в принципе что делает пастор для на пенсию книги пишет так как реже стал появляться перестал по поэту слова все моя работа кончился на пенсии заслуженный воздух у меня заметь что павел говорит я не почитаю себя достигшим я стремлюсь в почести еще более высокого призвания вы уже думаешь куда же выше апостол куда же призвание то может быть в христе и соседине то те стрелюсь к еще более высокому призванию что это значит подумать наедине с нами что значит для апостола павла еще более высокого призвания и дам там подсказку иисус говорит что хочет хочет быть первым среди вас пускай будет последним всем слугой будет последним это и есть более высокое призвание павел говорит я еще не научился до конца хочу еще больше научиться помимо апостольского призвания которое вернуется потому что это корона на голове давайте 11 главу корень покроем да и подумаем о чем у нас это павел говорит трудах а бессонных ночах о голоде жажде есть отношение христиан служение такое что меня если попросят я сделаю если меня пригласят особо я сделаю послушайте никогда так не бывало у бога по-настоящему никогда так не бывало 6 глава исаи сегодня олег открывал для нас написано бог говорит кто пойдет для нас кого послать нам и за и говорит вот я пошли меня бог не говорит исаев стал и пошел ты мне нужен он спрашивает а кроме исаева это видение кроме хирурбинов никого ты нету все помнят это видение то есть как бы ответ так подразумевается кому обращается господь и вот если к тебе обращается господь не жди что тебя бог скажет или кто-то на заде проект уже слушать сделай пожалуйста это дело вот очень надо пожалуйста сделай что не стоят иногда предвозможность уже не ждут пока их пригласят покажут что ну давай ты сделай люди начинают служить пока их не кроме него положи в церкви дальше это где такое видно в церкви или мы читаем в писании что люди начинают служить после рукоположения ну совсем не так это напоминаю один случай в книге деяния когда к апостолам пришли люди жаловаться вдовы иудейские пришли жаловаться к апостолам на что на то что их обходили ежедневном раздаянии хлеба что сказал пётр нам не годится взять оставить божие служение и начать заниматься хлебами гуманитарной помощью административными вопросами вы возьмите из своей среды семь человек семьи и поставьте их но они должны быть не должно быть несколько качеств какие они должны быть испытаны и изведаны да это как то есть если человек служит по подниманию делится только после рукоположения официального признания тогда как испытывать если же положили значит назначили служил со служить признала признала тебя церковь это означает только одно что до того как на них руки возложили они уже были служителями и были известны церкви служители валили второе качество исполненная духа святого не обладающие главными качествами да и образованием они должны быть исполнены духа святого и третье мудрости их поставим на это служение там находим смотрите стефана одного из семерых века находим филиппа служащих слове в сильнейшей силе слова они не остались оставаться или хлеба и гуманитарки в церкви они сделали с проповедниками они несли божье слово и проповедовали о христе дабы он их не повел вы слышите меня поэтому когда вас был призывает служение вы понимаете что перед вами стоит нужда и вы можете что-то сделать не ждите пока к вам туда есть и служители праведны конкретных официально попросят вниз пожалуйста этим делом видите перед тобой видишь валяется мусор видишь ребенок бегает непослушный кричит всех отвлекает и ты рядом не сиди сложа руки не делай вид что тебя это не касается видишь беспорядок подойти чё свет не выключен не проходи мимо закатая рукава испачкай руки сделай дело это от тебя зависит ты перед богом служишь или перед людьми хочешь оказаться таким чтобы люди увидели признали и ордена с погодами тебя повесили главная проблема сломан в том что он успокоился на том что сделал да великое дело сделал храм построил безусловно большой дворец обстроил города позаботился военных городах флот построил много чего классного произошло что он сделал с этим все он успокоился и перестал бога искать он перестал служить богу и начал расслаблять скажу что достаточно сделала где он достаточно потратил пол срок остальные 20 буду отдыхать это есть начало падение и разрушение израильского государства он в этом виноват и мы сами тоже можем сделаться причиной конца благословения для себя приходят часто бывает какой-то пастор служит церкви закладывается снаювание он там пашет каждый день людей кормит воспитывает дождь причин занимается и потом он по каким-то причинам уезжает или умирает на его место приходит другой человек и все разваливает что было сделано сколько таких историй церкви разваливаются разбегаются разрушаются прекращается служение вы понимаете почему это все от каждого из нас зависит что мы делаем с тем что перед нами лежит будем ли мы верными до последнего дыхания своего на земле будем ли мы служить стремиться к еще более высокому призванию вы христилицу нашему господу это и есть основное послание этих трех глав накопленный неимоверное богатство это разбазаривается потом в основе бог дарует несметное богатство нам в виде времени способностей каких-то шансов каких-то возможностей правда ведь чтобы с этим богатством делаем бог нам целый огромный тысячелетий в два тысячелетия христианства пассионерской работы в мире что с этим делаем христиане начинают читать это своим строят большие храмы монастыри украшают золотом и другими вещами и считается своей собственностью хотя не тоже все смертные все однажды все покинут эту землю я не забываю что их функция не в том чтобы обустроиться обосноваться пустить корни обстроить себе стены возвести стены до неба заложить какие-то богатства в хранилище а так говорить речи слушай безумные тебя сегодня же душ твою одним то это возьмется накопил важный урок правда вот и все давайте мы станем помолимся